Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Пенсия без стажа и пенсионных баллов. Нас просят сообщить, сколько лет стажа и сколько пенсионных баллов надо будет иметь для получения права на страховую пенсию по закону. И спрашивают, на что будут жить в старости те, кто не заработает минимально необходимый трудовой стаж и пенсионные баллы. Будут ли иметь такие люди право на пенсию? На что отвечают, что уже с 2024 года минимальный страховой стаж для получения страховой пенсии по старости достигнет 15 лет. При этом в 2019 году он уже составляет 10 лет и ежегодно будет увеличиваться на 1 год. Соответственно до 15 лет в 2024 году. Те, у кого в 2019 году страховой стаж будет менее 10 лет, будут иметь право обратиться в Пенсионный фонд России за социальной пенсией, но на 5 лет позже, чем за страховой. Также не забывайте про второе условие для назначения страховой пенсии по достижении пенсионного возраста. Это необходимость сформировать пенсионные права в объеме не менее 16,2 пенсионных баллов в этом 2019 году. Дополнительно напомним, что после проведенной пенсионной реформы, возраст, по достижению которого возникает право на социальную пенсию по старости, повышается на 5 лет. В соответствии с этапным переходным периодом, к 2028 году, мужчинам социальная пенсия по старости, будет назначаться по достижении 70 лет, женщинам, по достижении 65 лет. Если после просмотра выпуска, у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале, мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше, важной правовой, и не только информации о пенсиях, и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте «Мне понравилось». Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях, и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступления и в зависимости от их популярности, то есть количество лайков под ними, мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и самое главное – подпишитесь на блок юридической помощи.